Но сейчас этому залу, может быть, повезет стать свидетелем очень большого и очень значительного проката. Подождем, подождем. Посмотрим. 16 лет Женечке Медведевой, первый ее чемпионат Европы. Первый ее чемпионат Европы. И вот в этом-то и нюанс, что подошла она к этому своему дебютному первенству Старого Света с претензией на вообще лучший результат в истории фигурного катания. Потому что она находится рядом с Мао Асада и Юна Ким под тем балом, которые завоевывала Женечка в этом сезоне. Короткая в финале Гран-при ее была оценена 74-58. Все, смотрим. Потрясающая музыка Исаака Шварца. Мелодия Белых ночей. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Программа, в которой не ощущаешь 2 минуты 50 секунд, да? Такое ощущение, что это вот где-то все уложено в секунд 40, как это все расставлено. Андрей, как хочешь смотреть дальше, кстати. Еще раз, да, еще раз, еще раз, продолжение, да. Но когда все сочетается вместе, конечно, хочется смотреть продолжение этой программы. Ну, небольшая ошибка она допустила. Сейчас посмотрим, конечно, да, на акселе. Ну, я думаю, что если бы не делала его с рукой наверху, то, скорее всего, никакой бы ошибки не было. Немножко в другом месте, чуть не рядом с бортиком, потому что очень все-таки опасно. Ну, может быть. Ну, видите, как поставлены элементы, да, мы уже отмечали в этом сезоне. Ну, я даже не представляю, как под эту музыку на первые минуты, на первых полутора минутах ставить прыжки. А только во второй половине, там, где коэффициент 1,1 для базовой стоимости прыжков существует, то есть там ценность повышается, стоимость растет. Чисто абсолютно прыжки. Прыжки расставлены как раз на вторую часть программы. И вот нам сейчас показывают как раз аксель. Ну, выезды были, надо, ну, с ошибкой, значит, да? Ну, развернул ее. Да, развернул, и поэтому Итери Тутберид за внимательно смотрит программу своей ученицы. Ну, что же, в общем, рекорда не будет, слава богу, на самом деле, как мне кажется, потому что вот это вот ожидание чего-то такого сверхъестественного, которое должно обязательно произойти, которое должна сделать 16-летняя фигуристка, мне кажется, это уже некий перебор. Еще, знаете, как, есть такое легкое ощущение, что Женечка чуть-чуть была зажата, как мне показалось, да? То есть даже в финале гран-при, на этапы гран-при, в финале гран-при она как-то более наотмашь, что ли, каталась. Вспомните, потому что финал гран-при вообще был потрясающий, знаете, как плеткой, как результатом хлистала своим выступлением Женя Медведева. 16-летняя москвичка, которая тренируется в Дмитре 37-й из Дюшор, сейчас школа Замба 70, 72 балла 55 сотых. То есть опережает, да, она по технике опередила на несколько десятых и по компонентам опередила на несколько десятых Лену Родионову. И вот там десятые, тут десятые, и все это сложилось в полтора балла. Преимущество над Леной Родионовой. Преимущество над Леной Родионовой.